Друзья, рад приветствовать у себя на своем канале. В сегодняшнем видеоролике уже будет вторая часть об Киевстар, что происходит, как они обманывают людей. И давайте мы с вами разберемся, это действительно с их стороны обман, или это действительно все-таки есть некие системные сбои, баги, и на которые стоит обратить внимание, чтобы не потерять лишние деньги. Добро пожаловать на канал AppleExpert, с вами Владимир. Друзья, я столкнулся с такой ситуацией, что зашел в приложение Киевстар, дабы убедиться просто, какие у меня идут траты по моему оператору, в данном случае это Киевстар, я пролистывал, то есть ежедневно снималась сумма, там где-то 6.49, и на одну я обратил то, что было 10 гривен. Мне стало интересно, за что это было, я посмотрел, там был заграничный перевод, то есть смс, и она являлась суммой, там, 10 чем-то гривен. Вот, и мне стало интересно, что это за платеж, я позвонил оператору, первый звонок я не записал, но я вам вкратце расскажу. То есть мне сказали, какое у вас устройство, я сказал, у меня устройство iOS, мне сказали, да, такое бывает, может быть взиматься плата за то, что вы используете там FaceTime или iMessage, то есть идет какая-то автоматическая отправка для активации, где-то в Великобританию, и якобы вот это оно и было. Но я посмотрел, как бы, списался с техподдержкой, то, что я вам покажу Apple, они мне сказали, да нет, такого быть не может, вы уверены, что это было именно iMessage или просто обычное сообщение, ну, в общем, дали ответы, я вам покажу все переписки. Давайте же мы с вами посмотрим переписку с техподдержкой Apple, и сам разговор уже с компанией Kyivstar. Вот, для контроля есть приложение мой Kyivstar, я перешел в раздел активности, и мы увидим выходной смс за кордон, минус 10 гривен, 16 декабря, как видите, отправленная такая сумма, и я начал разбираться, в чем проблема, хотя я этой функцией не пользовался. Общавшись с техподдержкой Apple, вот, посмотреть сведения, показать, вот, смотреть текст беседы, я обратился, уточнил вопрос, может ли взиматься плата, вот, как видите, вся переписка, я ее заскринил, и сейчас продемонстрирую для вас, вот, сам перевод. Добрый, а подскажите, пожалуйста, у меня там 16 декабря было 10 гривен снято, куда они ушли? Так, сейчас очевидно, я перегляю на информацию. Бачу, что у вас была выхитная смс за кордон до Великой Британии. А их не было. Крутня, он 0,2, у другой в 1 ночи. Так, ну, я ж никуда не отправлял, вот, мне интересно. Можливо, просто перезавантаживали ваш телефон, або у вас просто сник звезок і знову з'явився. Можливо, коли вы перезавантажуете ваш телефон, вы взяли увагу. У вас зверху вибивается кивиконечко, где пишут, что послуги FaceTime та iMessage могут быть платными. Ну. Тобто, это именно это смс, который ваш телефон автоматически отсылает за кордон при перезавантажении. Тобто, это смс с битом его работы до головного офиса виробника. Так, а я писал в службу поддержки, там ничего такого нет. Они говорят, что ничего не снимается, плата. Они говорят, если будете отправлять, то может взиматься плата, но ни в коем случае при перезагрузке такого нет. Тобто, зазвичай, телефоны вони насилают. Такие смс для головного офисового виробника. Нет. И визитом про свою работу. Нет, ну такого ж нема. Я ж скажу. Это что-то, какая-то новая выгонка. Наразі я вам даю ту информацию, которая попрощается у меня на экране. Ну, а если это вопрос касается андроида? Зазвичай, на андроидах такие отправляются на телефонах фирмы Huawei, Xiaomi, Oppo. Ну, так. И как быть в этой ситуации? К кому обращаться на возврат таких денег? Ну, разе повернут эти кошки, можливости нема. А если вы обожаете, на вашем телефоните, послал можно исключить. Не, ну це понятно. Так, а как быть все-таки? Еж надо как-то решить. У вас вообще там часто какие-то сбои непонятные. То там снимаются деньги непонятно куда. А якобы они не сняты. А люди ходят, пополняют. И вы говорите, что там это сбой был. И деньги не возвращаются. То шо делать? Кому обращаться? Куда идти? На разе статус и выпадок вам хочется не повернуть, а так и есть, если мы сможем выполнить, что я автоматически. Хорошо. А выпадок то, что показывает неправильный счет, хотя на счету в плюсе, на самом деле, а показывает в минусе. То, шо с этой случая делать, если люди пошли пополнили счет? Где самая ваша видоображается такая информация? Непонятно, а что вы сказали? Где самая у вас видоображается такая информация? Ну, это был случай, там, может, двухнедельной давности, не знаю. Мой сосед, я вам говорю, звонил так же с оператором, разговаривал с его телефоном. У него минус 400, там, с чем-то. А зайдя в приложение мой Киевстар, он в плюсе. То есть, эти люди пожилые, они вообще не понимают, что происходит. Как им компенсировать эти деньги? Ну, то есть, тогда нужно уже безусловно обратиться к ним, к оператору. Ну, они обращались. Они ездили в Киевстар, но деньги не возместили, то в чем проблема? Я вас разумею, но если вы разумеете меня, я не смогу переглянуть информацию, с задатым номером. Нет, а при чем тут переглянутая информация? Там же ответы дали. Просто, как вернуть деньги, допустим? Зазвычай, кошки повертаются противом 30-й рабочих, и 50-й заявка была разглядка. Ясно. Хорошо, спасибо. Сейчас попытаюсь проделать то же самое с переустановкой iOS, ну, то есть, восстановиться просто. Сейчас проверим счет, чтобы наглядно видели, что эта функция вот включена. Здесь у нас 89, 59, запомнили эту цифру. Ищем у нас сообщение iMessage активировано. Функция FaceTime активирована. Дабы потом убедиться нам, что действительно снимаются из-за этого, не из-за этого. То есть, как видели, FaceTime тут ни при чем, как просто SMS. Ну, короче, определим, увидим эту SMS. Вот сейчас пришло это уведомление. Оператор сотовой сети может взимать плату за сообщение SMS, используя для активации FaceTime и iMessage. Жмем отмена. Ну, вот, друзья, как сами видели, все-таки вердикт, каков я пытался перезагрузить, ничего не получилось путем уже, когда я там, допустим, делал сброс настройки, восстановление прошивки, действительно, вот это iMessage выскакивает. Вам не нужно нажимать ОК, нажимаете отмену, и все, как бы, вы избежите этих трат. Все равно, сами подумайте, такие вот хитрости, действительно, как они сказали на других устройствах, там Huawei, на каких-то Android-устройствах и так далее, которые были перечислены. Есть такая фишка, будьте внимательны, не нажимайте ОК, дабы не отправлять вот таких вот подобных активаций, не тратить деньги, потому что это такая схема, у нас миллионы людей, все-таки средства без нашего ряда вас снимаются. Это очень неправильно, нехорошо, будьте осторожны. Вот это была цель моего видео, как бы мне стало интересно, может я еще кому помогу. Вот как-то так, друзья. Если у вас тоже есть какие-то полезные истории, напишите мне, для меня это тоже будет полезно и интересно. Будем вместе разбираться, почему бы и нет. Подписка на канал, прожмите на колокольчик, оставьте позитивные комментарии. Дальше больше, скоро увидимся.